Хорошее замечание. Яндекс не дает дивидендов. Смотрите, вопрос в том, что есть компания стоимости, есть компания роста. Зато Сургутнефтегаз дает дивиденды. И доля Сургутнефтегаза, соответственно, сейчас достаточно высокая. Есть компания роста, есть компания стоимости. Есть компания, которая выплачивает дивиденды, а есть компании, у которых рост выручки составляет ежегодно 30%. и рентабельность капитала выше 20%. Мы, допустим, в клубе инвесторов рассматривали, у нас был съезд недавно, просто в качестве примера, раз уж там зашла речь. Смотрите, допустим, взять компанию Intel и ExxonMobil, например. У Intel, у него прибыль растет в среднем на 20% в год. Net Margin у Intel составляет 22. Что такое Net Margin 22? Это значит, что когда компания зарабатывает 100 долларов, то у компании остается ее чистой маржи 22 доллара. Net Margin ExxonMobil составляет 2. То есть Exxon может продать своих товаров и услуг на 100 долларов, при этом у компании чистыми останется только 2 доллара. Но люди опять-таки начинают смотреть на дивидендную доходность Exxon в районе 9-10% и покупать, не понимая одной простой вещи, что дивиденды, которые Exxon выплатила, она просто взяла в долг кредит и, взяв деньги в кредит, выплатила акционерам дивиденды. Но при этом сейчас, опять-таки, у нее Net Margin составляет 2% и выручка у нее особо не растет последние лет 5, размер выручки. У Intel при этом получается Net Margin 22, выручка растет каждый год. Компания выплачивает дивиденды 2,3-2,5%. При этом коэффициент дивидендных выплат составляет 30-37. То есть она еще и не всю прибыль отдает. Если она начнет отдавать там хотя бы 50-60, у меня потенциал роста дивидендов от Intel, то есть на момент неделю назад, составляет порядка 50%. Да, сейчас она по сравнению с Exxon не интересна. У Exxon дивидендная доходность выше в 3 раза. Но дело в том, что перспектива у Exxon гораздо хуже, чем у Intel. Intel может еще увеличить размер дивидендных выплат, у нее нет никаких долгов, у нее остается с каждых 100 долларов 22 доллара, и поэтому толпа будет покупать Exxon, а я буду покупать Intel, хотя он никому не нравится. Но это уже в инвестиционный портфель, и это не в рамках проекта «Миллион за восемь». Я вам просто показал, почему Яндекс в том числе включен в инвестиционный портфель. И самое главное, Яндекс сейчас и обеспечивает в плане прироста наибольшую доходность наряду с золотом.